друзья мои всем большой привет вы находитесь на канале сказочной деревне меня зовут юля спасибо за то что вы смотрите наш канал не пропускать рекламу а сегодня будет ролик даже не знаю если честно с чего начать ролик будет пессимистически абсолютно 8 я второй день нахожусь какой-то глубочайший просто депрессии прямо в глубочайший депрессии не вижу выхода не могу понять какое решение нужно принять последнее время до забыл сказать вчера у меня должен был быть стрим на канале ну во первых в связи с погодой у нас очень плохой интернет и стрим никак не шел я пыталась включить несколько раз ну два или три раза общем и попробовал не идет нет сигнала потому что дождик и плюс еще и настроение у меня вчера было еще хуже чем сегодня поэтому в общем я решил что лучше раз так ситуация складывается лучше стрим не делать но поскольку уже два дня роликов нет и стрима нет народ начинает волноваться и пишет всякое там в контакте куда пропали что случилось друзья мои ничего серьезного и сверхъестественного у нас не случилось просто дело в том что я нахожусь в каком-то жизненном тупике и понимаю что нужно принять какое-то решение что-то нужно сделать а выхода не вижу не могу понять какое решение нужно принять естественно все связано с финансами в нашей семье это естественно это мне кажется единственная такая глобальная проблема заработок вдали от города что ли как это назвать не знаю правильно я не буду в этом ролике просить там донат или помощи что-то потому что это не поможет донат он как бы сказать разовая акция на что-то если что-то вдруг на что-то по в жизни не поможет он мне деньги кончатся и опять все будет то же самое нужно что-то менять в жизни в самой я так себе это понимаю представляю в общем не знаю как как это объяснить сейчас мы находимся в такой ситуации когда нам денег не хватает ни на что вообще вот вообще заказов сейчас мало на колбасу и молочку даже с тем учетом что я что-то отвожу в москву и что-то забирают здесь все равно нам не хватает нам сейчас просто как пример вот приведу в прошлые выходные я купила запчасти на машину на 4000 рублей и купили стас съездил купил комбикорм для скотины отдал две с половиной тысячи рублей на этом деньги кончились это было все что было заработано за прошлые выходные заказов нет и я даже в общем в каком-то нахожусь непонятном непонятном депрессии не знаю как вам я понимаю что нужно что-то поменять в жизни нужно как-то не знаю как это как это объяснить нужно что-то сделать чтобы можно было хотя бы минимально нормально прожить причем я не говорю о каких-то больших суммах но элементарные вещи чтобы хватало на бензин там заплатить за электричество за дорогу вот мы сейчас платим который нам в прошлом году сделали на это денег вообще не хватает у демьяна суббота день рождения а у меня сейчас денег 960 рублей мне не хватает ни на подарок не на стол ни на что и в общем что делать в этой ситуации я не знаю сейчас многие напишут что станислав юрьевич должен как-то из этой ситуации найти выход но к сожалению великому к моему я не могу до него достучаться не могу не тот человек который принимает какие-то важные глобальные решения его жизненная позиция это подождать но я не могу ждать потому что нужно и за это заплатить и зато заплатить он хорошо поможет дом он там покушать приготовить кору падают там что-то может построить или еще что-то но вот придумать как обеспечить свою семью не в его власти ну не тот он не такой человек в общем поэтому надежды на него у меня нет мне нужно что-то придумывать самой его два дня я в голове перебираю всякие разные варианты вообще я не знаю и пока подходящего найти не могу если честно попробую с вами может какие-то варианты перебрать может вы мне что-то подскажете многие из вас сейчас напишут юля продавай бросай все уезжай в москву мне это очень часто пишут очень часто я вам друзья мои хочу сказать если вы соберетесь под этим роликом написать то же самое не забудьте приписать туда и мы тебя возьмем на хорошую работу чтобы тебе можно было на себе тащить двух детей вот а также если уезжать в москву здесь все оставляет непонятно что делать с животными ну понятно что коров там можно продать кур можно там съесть а у нас еще теперь шесть кошек три собаки их с собой естественно забрать невозможно вот для тех кто скажет что их можно раздать в добрые руки не забудьте приписать я одного возьму вот если в москву ездить одному кому-то то здесь в одного не справиться мне иногда говорят о том что у нас многие например мужчина работает вахтой а женщины у нас сидят дома с детьми ну почему-то эти комментаторы забывают о том что женщины живут в доме у них есть дом и о том что они живут не одни у них есть там в деревне обычно в каждом в каждом доме есть какой-то родственник бабки тетки сладки знакомые там двоюродные сестры еще кто-то у нас здесь никого нет и с 1 уедет 2 тут просто не справиться у нас автобусов нет ни до города никуда машина разваливается сами знаете раз в неделю поэтому вариант пока нам не подходит потому что нет нормальных условий для жизни время что-то разваливается все время нужно что-то срочно делать то по носу а порос и одному здесь не справиться даже с тем учетом что будут деньги просто не хватит не хватает в одного здесь рук не хватает нет у нас здесь кому можно там детей посидеть попросить ну у соседей можно конечно но это же не постоянно в общем одному здесь жить не жить не вариант ближайшая работа если устраиваться говорить о работе устраиваться на работу здесь то что есть рядом с нами скажем так в пешей доступности чтобы можно было дойти пешком эта зарплата 6 7 тысяч рублей почта 5 тысяч рублей зарплата в школе там охранник 7 тысяч рублей зарплата причем работать 5 2 или вот в школе охранником каждую ночь без выходных тоже вообще не вариант и 5 тысяч рублей в нас не спасут нас 4 человек вот самый конечно для меня был бы лучший вариант это здесь что-то продавать торговать что-то что-то вот развивать то скажем на месте то есть чтобы и руки были дома и еще и что-то продавать но нет такого потока клиентов нету столько народу чтобы нам можно было продавать и плюсом еще оставалось потому что на колбасу нужно купить мясо оболочку специи на скотину нужно естественно купить комбикорм и получается что все что мы продаем нам хватает вот что-то вот минимум вот прям самый минимум допустим там хватит на неделю на бензин а все остальное идет на второй круг на комбикорм и на закупку сырья для колбасы но я не могу не мне прожить неделю только на бензин можно же какие-то фрукты детям купить на и там одежду или еще что-то ну ну элементарная вещь я думаю что у меня многие понимаете вот сейчас мне многие напишут что у нас все живут в стране ну много я знаю что многие семьи живут в стране там на 3 копейки на небольшие заработные платы к особенности вдалеке от городов от крупных городов такая же ситуация точно но люди не живут в бытовках люди все-таки как ни крути живут в своем в своих домах них есть дом и более-менее хотя бы какие-то условия нам все эти условия нужно еще делать поэтому помимо того что нам нужно на что-то жить самим еще нужно как-то хотя бы немножко улучшать свои условия хотя бы туалет блин построить а на него тупо нет денег у нас даже на машине до сих пор стоят и стоит зимняя резина потому что в прошлом году летнюю всю всю летнюю резину в общем убили мы на ней отъездили почти три года и зимой и летом там все сезонка которая шла вместе с машиной и плюс все помяли ну по нашим дорогам помялись все диски и диски нужно покупать новые колеса в общем денег конечно нет на это на все и мы до сих пор ездим на зимней резине и я понимаю что в следующую зиму мы вообще будем босиком машина вот вариант уехать в москву меня но мне часто его пишут если я уеду куда девать я уже сказала куда девать своих животных а также если ездить сюда как на дачу только то у нас участок то угловой и у нас мало того что пчел украли он тут вообще за месяц унесут все арт-трак разберут по запчастям и унесут то нужно все наверное будет продавать по максимуму что тоже не просто что тоже непросто у нас здесь когда нет хозяина на участке в дома лазит и лазит по три раза за сезон и выносят все от болтов и гаек заканчивая там одежда и одеялами поэтому нужно чтобы здесь кто-то жил чтобы просто не разворовали все что здесь есть либо все это продавать но это тоже достаточно сложный плюс приехав в москву к чему приедешь никто там особо никакой работы мне не предлагает плюс полю нужно будет куда-то девать потому что в детский сад мы ходим здесь когда наше место в москве подошло когда она родилась мы стали там на очередь когда там наше место подошло естественно я отказалась потому что мы уже ходили в детский сад здесь и плюс кто еще меня возьмет на работу потому что мы постоянно то сопли то кашель то еще чего нибудь в общем сомневаюсь я что там что-то у меня путная получится вот в общем такие мысли в чем второй день я в каком-то жутком депресситии я не знаю чем не делать как как какой находить выход из ситуации хоть корову продавай чтобы хоть немножко как-то покрыть мы уже два месяца не платим за дорогу хорошо что у нас не кредит не в кредит деньги взяты а вы просто знакомые нам сделали за свой счет дорогу мы им платим они как бы ну понимают подождут платить-то все равно надо рано или поздно а чем платить непонятно ролик такой финансовый и и что придумать я не знаю даже если продать корову смысла в этом нет потому что тоже все деньги потратиться там за два месяца за то сё заплатим и без останемся без коровы вообще конечно продавать последнее дело даже если мы соберемся отсюда уезжать корову будем продавать в последнюю очередь в общем не знаю я что делать какую находить выход из ситуации пока ролик пишешь все мысли путаются и честно как забыл про что уже говорил про что не говорила еще вариант одному кому-то ездить в город ближайший там в каширу например на заработки для этого чтобы нужно чтобы машина была в нормальном состоянии средний заработок у нас в городах примерно 20 тысяч рублей 15-20 из них примерно тысяч 6 идет на бензин тупо туда-сюда прокатывать и такая же сумма на запчасти чего останется ничего не останется я пытаюсь поговорить уже второй день состав на эту тему что нужно какое-то решение принять и что-то делать но со мной не разговаривает просто разворачивается уходит и молчит не знаю зрители сейчас там особо внимательно мне напишут в юле что вы жалуетесь вы же сдаёте квартиру в москве так вот сообщаю уже два месяца если квартира практически ничего не вижу во-первых пришло мне сообщение что у нас еще и ураган намечается вообще супер во-первых там у ребят которые живут у самих большие финансовые проблемы они платят но платят по чуть-чуть за прошлый месяц еще по мне заплатили целиком у меня там брат ведет эти учеты все это во-первых а во-вторых они еще умудрились каких-то там клопов занести в квартиру и за протравку затрат за общем за все это отдали уже 13 тысяч рублей естественно платить за это никто не хочет и в общем деньги с квартиры уходят на эту протравку клопов в этой же квартире приехать туда ругаться выгонять и искать кого-то новых это будет еще дороже чем месяц полтора переждать потому что в общем там но русские люди живут и это ну и такие вроде как быть честные но стараются по крайней мере что-то выплачивать такое это большая редкость для тех кто не знает найти хороших жителей в квартиру это большая-большая редкость вот в общем скажите мне как мне научиться не замечать всего этого вокруг и не накручивать себя научиться мыслить как-то рационально что ли трезво смотреть на ситуацию не знаю в общем нужно что-то придумывать как-то что-то менять какое-то решение принимать потому что так жить невозможно реально невозможно ни на что не хватает я ничего не могу купить и могу заплатить за телефон вообще ну чем буду рассказывать и сами многие также живут также живут расскажите меня научить меня как вы так живете мне не получается мне нужен двух детей накормить напоить шоколадку конфетку купить на интернат деньги положить нужно дом как-то решать что-то с домом потому что жили в бытовке нереально очень тяжело очень настройку и накопление у нас пока никак с ютуба тоже приходит там последний раз чувству 20 долларов так что чё придумать не знаю чем бы таким заняться чтобы хотя бы по чуть-чуть хотя бы тысяч по 20 по 30 в месяц бы прилипала хотя мне наверно этих денег тоже не хватит ну на минимальные расходы только хватит а доме конечно мечтать мне не придется в общем вот в таком я настроение вот в таких я мыслях друзья мои выход из ситуации не знаю как найти у нас еще сад школы находится от дома 10 километров мы детей возим сами на машине если кто-то устраивается на работу естественно на этой машине уезжает на нашу на же одна машина как детей себе забирать и отвозить из сады школу в общем все взвесив все вот реальные какие-то все реалии в общем взвесив я понимаю что нужно как и здесь зарабатывать на земле зарабатывать но пока у нас плохо получается правда вот из рук вон плохо не хватает ни на что даже если мне в эти выходные там есть кое-какие заказы но это те же самые там плюсом получится 3 2 2 3 тысячи рублей обязательно что-нибудь сломается ну прожить на две тысячи рублей в неделю в четвером это вообще это капец и чё делать ничего делать я не знаю в общем вот такой ролик друзья мои если вдруг у вас будут какие-нибудь путные мысли и интересные напишите мне внизу в комментариях чем чем не делать как жить дальше ну вот на этом буду заканчивать даже финиш писать не буду всем спасибо кто посмотрел этот ролик и не пропустила рекламу хоть один цент но может упадет все друзья мои спасибо всем пока